Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное плановое занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Как организовать профсоюз?» Идет занятие председатель секции скорой медицинской помощи Общероссийского профсоюза действия Григорий Вячеславович Борин. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи! Сегодня достаточно простая тема и легко это доказать. То есть основной вопрос «Как организовать профсоюз?» И профсоюз организовать достаточно просто. Для этого надо всего, оказывается, по закону три человека. Три человека собираются, голосуют за то, что они готовы создать профсоюз, принимают какой-нибудь типовой устав, выбирают кто из них будет председатель, кто заместитель председателя, кто кассир, договариваются о взносах. Все это дело записывают протокол. И вот, в принципе, профсоюз готов, ничего сложного в этом нет. Для этого нужна всего лишь воля, достаточно, еще раз повторюсь, трех человек. Все бы легко, да, тяжело объяснить это все товарищам. А самое главное, что нету такого массовой организации, именно таких вот объединений, которые были бы именно на позиции трудящихся. Поэтому тема для нас сейчас достаточно актуальна. Еще раз повторюсь, мы будем сейчас говорить только об экономической борьбе, потому что именно создание профсоюза – это экономическая борьба. С чем конкретно я лично сталкиваюсь постоянно, это с тем, что для всех вот этот именно профсоюз – это для того, чтобы делать подарки на Новый год, какие-то туристические поездки, экскурсии, какие-то выходы на природу, ну, может быть, какая-нибудь волейбольная команда профсоюза, которая пойдет играть за тот или иной коллектив. И вот я в своих именно рассуждениях и беседах с трудящимися, ну, в основном я беседую с медиками, принял такую вот интересную вещь, что отходишь от профсоюза, объяснение профсоюза, а говоришь о том, что, товарищи, так мы ведем какую-то производственную деятельность, мы ведем, ну, как бы в организациях существуем, и у нас возникают различные споры. Как ни странно, эти споры называются именно трудовые споры, и вот для разрешения трудовых споров нужна какая-то организация, а именно представительный орган. Так это значится во всех нормативных документах, включая такой закон, как Трудовой кодус Российской Федерации. И вот Трудовой кодус Российской Федерации подразумевает, что представительный орган может быть в том числе и профсоюз, не обязательно профсоюз, это может быть Совет Трудового Коллектива, может еще какой-то орган быть. Но вот это вот объяснение снимает вот эту непонятность по поводу профсоюза. То есть, товарищи, давайте мы организуем какой-либо представительный орган. И когда люди понимают, для чего вот этот представительный орган, для чего он нужен? Для решения трудового спора. А споры возникают постоянно. То есть, если взять, допустим, сейчас мою организацию, у нас сейчас возникают споры, очень много споров, и мы мигрируем от понимания, что это трудовой спор. Ну, например, сейчас нам не учитывают несколько коэффициентов при расчете заработной платы. У нас плохие условия. И в чем спор с работодателем? Что мы говорим? Вы знаете, вот вы нам мебель с помойки принесли, и называете это столовая. А мы считаем, что это комната, в которой стоит мебель с помойки. Как бы вот такой есть спор. И для того, чтобы вступить с работодателем, спор на законных основаниях, нужен какой-то представительный орган. То есть, одно дело мы проводим собрание. На эти собрания приходит наш работодатель, ну, конкретно мой работодатель. И начинает, вот мы сидим друг напротив друга, и он просто врет в глаза. Бесконечно. И не стесняется. То есть, когда ему говоришь, вы врете, он как бы говорит, я не хочу больше с вами разговаривать, я ухожу. То есть, вот этот спор приходит просто в тупик. То есть, человек встает и уходит. Почему он уходит? Потому что вот эти все собрания, которые, а ну-ка, дай-ка я что-нибудь скажу, они не для чего. Они проходят не по закону. Потому что мы не делаем самого главного. Мы не организовываем представительный орган. То есть, не организовываем в том числе и профсоюз. То есть, как должно быть, в принципе. Итак, у нас есть требования какие-то, да, для требований, которые выливаются в этот спор. Соответственно, мы должны эти требования выразить, собраться всем коллективом, проголосовать за эти требования, выбрать представительный орган. Это может быть и профсоюз. И вот эти вот пять человек от нашего коллектива должны вступить в коллективные переговоры с работодателем. То есть, вот как раз для разрешения этого трудового спора, в котором может входить много вопросов. И вот как раз вот в этом месте затык. То есть, сейчас наши трудящиеся заводы, фабрик, школ, больниц не понимают о том, что нам нужно создавать представительные органы. Тема наша сейчас профсоюз. Почему я за профсоюз? Я представляю профсоюз работников здравоохранения, именно действия. И как бы второе, как раз вот, когда ты объяснишь, что нам нужен представительный орган, возникает вопрос, а какой представительный орган сделать? Ну, вот я топлю за профсоюз. Почему за профсоюз? Я как бы шесть лет стою в профсоюзе, именно профсоюз действий. Я понимаю, что за мной стоят люди, которые в той или иной мере меня поддержат, защитят, а также помогут организовать какую-то компанию, именно чтобы трудовой спор в каком-то хорошем проценте мы в том числе выиграли. Соответственно, профсоюз дает мне защиту. Вот одно из последних, одно из последних моих вот этих вот хождений, ну, именно не хождений, а именно как вот представители профсоюза. У нас сменилась администрация в больнице, у них тоже там конкуренция, поэтому, товарищи, если вы думаете, что у них там все хорошо, у них там тоже все нехорошо, у них там есть конкуренция, и те люди, которые не могут договориться, ну, именно с трудящимися, с медиками, они тоже недолго живут именно на своих этих вот чиновничьих местах. Соответственно, я пришел к новой администрации нашей, потому что всякое бывает, и сделал запрос документов по 62-й статье. Есть такая вещь, как 62-я статья, то есть там работодатель в течение трех рабочих дней любому работнику должен предоставить копии документов запрашиваемых. То есть у нас есть форма, вот я ее написал от руки, чтобы было интереснее, она у меня аж на трех листах, сколько я тут документов запросил. Для чего я это сделал? Ну, во-первых, я уже профсоюзник с опытом, у меня есть опыт за плечами, и со мной уже боролась не одна администрация, поэтому я знаю, что первое, для чего нужно все эти документы, это для собственной защиты. То есть я запросил здесь должностные инструкции, копию трудового договора, а также другие соглашения, которые есть дополнительные к этому трудовому договору для собственной защиты. И защита таких же, как я. То есть когда ты вступаешь в борьбу за свои собственные права, работодатель в наших условиях, в наших постсоветских условиях воспринимает как это личную обеду и начинает сразу же с места в голову бороться с тобой. Поэтому, чтобы прекратить эти попытки, допустим, досрочного меня увольнения с этого рабочего места для продолжения борьбы за свои трудовые права, надо в первую очередь себя защитить. То есть защищаешь себя следующим образом. И спрашиваешь четыре основных документа. Первый документ это должностные обязанности. То есть должностных обязанностей смотришь, что ты должен делать на рабочем месте, чтобы их к тебе не придрались, не написали какой-нибудь акт о невыполнении каких-то твоих обязанностей и не сделали пару выговоров и уволили, соответственно, с рабочего места. По опыту своего профсоюза могу сказать точно, добросовестного работника именно по закону уволить невозможно. Надо соблюдать всего три правила. Первое. Приходить на работу трезвым, то есть не пить во время рабочей смены, не баловаться наркотиками во время рабочей смены и вовремя приходить и уходить с работы. В принципе, если ты выполняешь эти вот самые простые моменты, то, соответственно, тебя практически невозможно уволить. даже если ты ошибся по какому-то вопросу, если тебе объявили выговор по каким-то вопросам именно внутренних каких-то дел, те детали я зарасточил, что-то еще что-то или у нас это, допустим, с пациентами что-то, все это отбивается, рано или поздно это отбивается, и ты восстанавливаешься на работе. Причем, вот у нас есть такие тяжбы, наверняка слышали, во Всеволожском районе сейчас наш профсоюз после двух с половиной лет восстановил целое отделение эндоскопическое и еще одно восстановил отделение именно зубопротезную мастерскую, восстановили во Всеволожской больнице вместе со всеми сотрудниками. Тяжба длилась два с лишним года, допустим, один из наших лидеров профсоюза Владимир Геннадий Петрович, он получил даже, восстановлен на работе, получил компенсацию в размере двух с лишним миллионов рублей. То есть, профсоюз умеет бороться за своих, за своих именно членов, это мы показываем неоднократно, но еще раз говорю, если человек пьяный опаздывает на работу или не ходит на работу, ну это гиблое дело, это мы сразу проигрываем. Почему я это рассказываю по поводу защиты? Потому что вот вы собрались, три человека, организовали профсоюз, это действительно организовать-то недолго, а остается только вопрос, организация это или не организация. То есть, с одной стороны, как бы вы такие, да, мы будем там бороться за свои права, но при этом не понимаете, что вы, как профсоюз, уже боевая единица, и перед вами, когда вот сидите на таких бестолковых собраниях с работодателем, вы должны понимать, что вот перед вами сидят люди, и вы против них должны быть такой же организацией, как и они. То есть, они уже, эта администрация организована, сидит перед вами, ну, в моем случае, это главный врач, заместитель главного врача по неизвестной там работе, сейчас они напридумывали должностей, лишь бы самим ничего не делать. Затем идут там экономисты, начальник отдела кадров, их заместители какие-то, отдельная должность по борьбе с личным составом, там есть под названием психолог. Ну, короче, очень много должностей, заместителей, вы должны понимать, что вам придется, в принципе, бороться именно вот со всей этой организацией. Они на вас смотрят, как на выскочек, которые вот лидеры появляются, им все равно, кто вы, что у вас за семья, какая у вас за жизненная ситуация, почему вы решили бороться, им это все равно, им главное вас выкинуть. Значит, со мной боролись следующим образом, они как бы знали, что у меня четверо детей, их это вообще не останавливало, решили усволить меня по сокращению, хотя по закону, как бы, с моим вот этим вот моментом меня должны вообще последним увольнять, вообще без всяких, уже заведующего должны отделение уволить только потом. Это их не останавливало. Второй момент, они уже когда поняли, что это им не светит, взяли 60 моих там историй. Но так как я работник скорой помощи, сами понимаете, всегда случаи сложные, этих сложных вызовов очень много, можно к чему-то прикопаться, но опять же, даже вот эти 60 истории подобранно тщательно не помогли уволить. Но я просто к тому, что насколько они циничные, твари, или, например, вот у нас активисты здесь в ладийном поле афганец, он себя Шурави называет, этот, Леонид Полуэктович, то есть он просто от профсоюза подал, ну, как бы, подал требование, чтобы устранили неполадки его санитарного автотранспорта, потому что она без тормозов, как бы, только с третьей скорости коробкой передачи работает, и выхлопные газы идут в салон к пациентам, то есть он попросил исправить эти недостатки, но потребовал, у него 6, у него 6 детей, и это тоже, как бы, никак не повлияло на наших чиновников Ленинградской области, и они его тоже пытались уволить, но профсоюз он отстоял достаточно быстро, всего лишь за 6 месяцев сняли там все эти мнимые дисциплинарные взыскания, или, например, мы в Ашимбай, когда делали мероприятие, то там главный врач не знал, как бороться, ну, когда люди знают, как себя защитить, у них должностная инструкция всегда под носом, вовремя приходится рано на работу, понятно, ведут образцово все, соответственно, он придумал такой маневр, мы даже его почтальоном с того момента начали называть, и то он, значит, поменял смены людям, и отправил о том, об изменении графика по почте, соответственно, человеку завтра надо выходить на смену, а письмо об этом идет по почте, ну, и должен обязательно сказать, что все люди, вот эти администраторы, которые вот это все творили, они на данный момент не главные врачи, то есть мы, профсоюз действий, если вот возникает вопрос, главных врачей снимаем один за другим, потому что они постоянно нарушают закон, профсоюз действий действует по закону, и еще раз говорю, эти главные врачи на месте не сидят, но я просто о цинизме, о том, о котором приходится сталкиваться, то есть вы должны понимать, как только вы организовали профсоюз, это сразу просто вы бросаете перчатку этому работодателю, и он сразу вот так вот встает на дыбы, и примерно проходит месяц с момента того, когда он вот так вот кипит, организовывает свои какие-то неправильные действия, ну именно законные неправильные действия начинает давить, именно незаконно начинает давить на этих активистов, поэтому первое, что вы должны понимать, это первые два месяца организуйтесь сами, не объявляйте о себе, что вы такие образовались, у вас мало, не надо никуда бежать впереди паровоза, вы должны организоваться, то есть собирайте вот эти документы, еще раз повторюсь, какие, должностные инструкции, понятно, для чего, вы их должны выполнять, то есть вам может докопаться и выполнять свои должностные инструкции. Второй момент, значит, у вас должен быть на руках коллективный договор, ну естественно свой трудовой договор, вы его тоже должны прочитать, что о чем и почему, и иногда отдельно от коллективного договора существует положение об оплате труда, то есть вот эти четыре документа должны быть на руках, трудовой договор вообще классная вещь, когда его читаешь, особенно если даешь проконсультироваться в свой профсоюз, а что мне выдали за трудовой договор, потому что обычно люди, которые создают профсоюз, ну не особо сведают о том всяких нюансах вот этих юридических, а люди, которые в профсоюзе, опять же, для чего же профсоюз, да хотя бы для таких консультаций, которые просто возьмет товарищ, пролистает этот трудовой договор и скажет, слушайте, вот все хорошо написано, да все не так, вот это не так, это не так, это не так, просто надо написать от профсоюза заявление, что исправьте, пожалуйста, приведите в соответствии с законодательством, хотя бы со своим коллективным договором, который вы не читаете, либо хотя бы со своим отраслевым соглашением, которое уже действует уже год, вы его не читали, и у вас ваш коллективный договор, и вообще трудовой договор, и не соответствует вашему отраслевому соглашению, ну это касается, допустим, очень все знают уже, что такое специальная оценка условий труда, и там есть, допустим, класс вредности, и по этому классу вредности предоставляется какой-то мифический для многих отпуск за вредность, почему-то его сокращают, допустим, с 14 дней до 7 дней, и вот, например, в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге принято трехстороннее именно это отраслевое соглашение, в котором именно этот пункт разъяснен, что надо ссылаться на инструкцию аж 74-го года, где вот это все прописано, у кого должен быть какой отпуск, это просто плюс этому отраслевому соглашению, но на местах, в больницах, я точно знаю об этом пункте, ничего не знают, и всем скосили уже до 7, то есть до того минимума, который прописан в Трудовом кодексе Российской Федерации, и там такая сноска, что это должно быть включено в коллективный договор, то есть представительного органа работников нет, есть представительный орган, именно как карманный профсоюз, который не слушает работников, и соответственно вот эту норму, которая прописана в отраслевом соглашении, не вносит в свой коллективный договор, и на весь коллективный договор это не распространяется, при этом работники сами не понимают, что у нас вот это законодательство трудовое носит заявительный характер, и если вы не заявили, то пока вы не заявили, это практически нигде нарушением не считается, а если уж потом вы заявили, что вот здесь нарушение работодатель стал на дыбы, то ему всего штраф там порядка пяти тысяч, это ни о чем, ну и сейчас еще как бы есть такой нюанс, что сейчас вот эти все обращения единичные, то есть обращения индивидуальные по своим трудовым спором различные инспектирующие органы, сейчас наложен мораторий, и если вас меньше десяти, в принципе рассматривать никто сейчас ничего не будет, опять же, для чего вам профсоюз, а для того, чтобы хотя бы организовать, чтобы это было не одно обращение, это в сию секунду сейчас такое ведет, то есть мы с этим сталкиваемся, то есть чтобы было не одно обращение, а минимум десять, то есть одно дело вы пишете одно даже в принципе коллективное обращение, но другое дело, Если вы все коллективом написали от каждого, отправили через госуслуги это обращение, и это уже другой будет эффект, и с этим будут разбираться. Но опять же, для того, чтобы это сделать, это должен кто-то один, хотя бы один принести в коллектив, и если у вас это, нет уже этого представительного органа, нет профсоюза, именно нет профсоюза, как организации, то пока вы до всех донесете, вот я, например, у нас основная проблема, это работа, суточная работа. То есть я прихожу на сутки, сутки через трое, вижу всего лишь 20% в 30% коллектива, и сел в машину и уехал. То есть я вижу как бы в то малое количество времени, когда с ними не пообщаться. Ну то есть пообщался две минуты, что-то там объяснишь, чего расскажешь. То есть вот здесь вот затыки, это суточная работа просто, особенно если люди во многих, многие там в Ленинградской области, да вообще в регионах работают на две ставки, это обычно. То есть сутки работает, это 15 суток в месяц. Значит сутки работает, сутки отдыхает, отсыпается, сутки работает, сутки отсыпается. Ну там остается где-то один день, один раз в два месяца, это 31 день, когда он может чем-то заняться другим. Ясно, что это будет не профсоюз и что угодно, и не собственное, да, то есть свободного времени нет. Люди не растут непрофессионально никак, загоняют себя и все, на этом все заканчивается. Но это далеко ходить не надо, опять же вот 7 километров от города, вот профсоюз действий там поднимал вопрос о переработках в реанимации. То есть реаниматологов не хватает, они там работают один на три реанимации, не на сколько там, у них там положено один человек на 6 этих коек, а у них получается, что они работают не на 6 коек даже, а на 3 реанимации. То есть там вообще даже рядом с Санкт-Петербургом нету врачей. И вот пришел экономист новый там, я считаю, что это банда очередная, пришла, пришли новый экономист. И когда ей сказали, что мы тут работаем по 14 суток, она спросила, а сколько должно? А сколько должно? 6 суток, у них там 36-часовая неделя, я не помню, какой у них там класс вредности, там у них, ну, очень хороший реаниматолог, потому что, понятно, это вредная работа. Ну и, соответственно, экономист, ну, как бы, ну, как, ну, пожалуй, плечами. При этом люди живут без профсоюза, они не понимают, что перерабатывают, они не понимают, что они должны работать на 3 реанимации. То есть они это внутри чувствуют, но вот нету организации, они не могут это осознать именно, что есть документ. То есть они выучили на врачей, выучились на врачей, они думают, что они пришли в какую-то организацию, там все организовано, и все будет хорошо. Только выполняй свои врачебные обязаны. Оказывается, нет. Оказывается, если медицину нашу поставить в капиталистические рамки, когда главный врач для себя определяет, что главная прибыль, то получается, как на всех производствах, для того, чтобы эту прибыль, которую он считает, что это прибыль, да, не будем вдаваться в эти все подробности, прибыль это или не прибыль, да, в рамках именно сектора услуг, он действует то же самое. То есть он увеличивает время работы этих специалистов, урезает им оплату, ну все как на предприятиях, да, вот тебе 12-часовой рабочий день, вот тебе 6-дневная рабочая неделя, и все он действует как раз вот в этих, то есть сокращает все, сокращает зарплаты, сокращает персонал, все сокращает для того, чтобы... А деньги поступают те же самые, то есть речь о качестве сейчас именно в медицинской сфере не идет вообще, ее никто не контролирует, это все как бы идет просто иллюзорно. Главное это штуки. То есть если взять всю Ленинградскую область, да, на которой я являюсь координатором по Ленинградской области от профсоюза действия, ну например в таких, в таких, например, под Порожь, если взять, там врачи приемного покоя уже заменены на фельдшеров. Оплата идет та же, палочки стоят те же. Кировск, совсем недавно было 11 бригад скорой помощи, сейчас у них осталось 3-4 выходят на линию, и они уже с нарушением всего законодательства на линию выпускают, даже не фельдшеров, выпускают медицинских сестер. Как у них это прокатывает, я не понимаю, куда смотрят надзорные органы, я тоже не понимаю, но общий смысл тот же, то есть медсестра обслуживает вызов, она просто закрывает палку, ну то есть вот она в этом вызов, за который идет оплата. Все, все, что нужно, сделано. Ну и соответственно о качестве речи не идет. То есть даже совсем недавно в той же Всевышевской отделении скорой помощи, в начале года было 12 врачей, из них 7 реаниматологов, когда врачи пришли просто спросить, а что происходит-то вообще у нас в организации, давайте что-то изменим, им сказали не нравится, увольняйтесь. Сейчас осталось 3 врача, один из них получил инфаркт в возрасте 50 с небольшим лет, просто за счет вот этих вот всех переработок, утомления, ну и вообще осознание вот этой ситуации, что как бы безвыходности. То есть борьба за свои права, это борьба за свою работу, за свою продолжительность жизни, за свое свободное время, и как раз для этого и нужен профсоюз. Итак, вернемся. Итак, мы первые 2 месяца в профсоюзе должны понять, что мы должны быть организацией. То есть мы посмотрели на этих главных врачей, на всю его комарилию и поняли, что мы должны создать такое же подразделение для борьбы за свои права. То есть у нас должны быть люди, разбирающиеся в трудовом праве, разбирающиеся в охране труда, какие-то экономисты должны быть, и здесь как раз разговор идет о ресурсах. То есть вот эти все должности, они не просто так, когда ты подключаешь много народу, борешься не один, борешься в составе профсоюза, борешься в составе профсоюза, который является первичной профсоюзной организацией другого профсоюза, ты понимаешь, что у тебя полуявляются то, что называется ресурсы. Ресурсы в нашем деле это главное, а именно человека час. То есть один ты после работы, уставший, работая на полторы ставки, ну можешь там поднять какое-то законодательство, написать какую-то бумажку, отнести ее, ждать потом два месяца из какого-то инспектирующего органа, из той же прокуратуры, которая из 30 дней обычно делает 60, и потом отправляет в ГИД, типа это не наше. И как бы твоя борьба на этом заканчивается. Другое дело, когда у тебя большая организация, очень большая организация, и ты по человека часам просто перебьешь все, что тут перед тобой сидит. То есть эти люди, понятно, приходят на работу, и они в принципе все в количестве 80 человек могут заняться тобой и твоим профсоюзом, но в профсоюзе много народу, плюс тебя поддержат огромные организации, и количество человека часов возрастает во много раз. И этим мы как конкретно перебиваем вот этих вот главных врачей. У них очень много недостатков, невозможно сейчас работать в системе, именно если ты ставишь себе прибыль, и это в нашей организации, если возникает на том или ином предприятии, туда могут сразу ехать правоохранительные органы. Если медики взбунтовались, значит там все очень плохо. Потому что как бы медики, ну вы сами поймете, что такое медики. То есть от чего от медика требуется? От медика требуется как бы вникнуть, не идти на конфликт с теми же пациентами. Мы же лечим, не воспитываем, ну так бы хотелось всем. Ну и так медики в принципе так и подбираются, что мы сидим слушаем, даже когда нас оскорбляют, мы сидим слушаем. То есть пациенты нас оскорбляют, начальство оскорбляет, мы сидим слушаем. И если вот этот момент, то есть если уж медики взбунтовались и организовали какой-то профсоюз, начали чего-то там бухтеть, значит конкретно в этом лечебном учреждении уже все, просто все грани, просто приличии, да, все вот эти границы приличий ушли, и медики начали что-то предпринимать, ну чаще всего какие-то хаотичные движения. Еще раз говорю, если появляется профсоюз действий, это приобретает организованный характер, в том числе и в информационном поле. Еще раз повторюсь, надо организоваться так же, то есть председатель должен быть, его заместитель, обязательно должен быть секретарь, обязательно надо вести, ну по должностям продолжим, это обязательно специалисты по охране труда, инспекторы по охране труда. Инспекторы по охране труда это для каждого коллектива, именно для каждого профсоюза классная вещь, то есть активисты, которые идут на переговоры с работодателем, в принципе они все уже должны до этих всех переговоров стать в плане своей собственной защиты именно инспекторами по охране труда. Инспекторам по охране труда стать не очень тяжело, то есть для этого надо там буквально заплатить полторы тысячи, пройти заочно эти курсы, там по-моему 40 часов какой-то начитки мифической, сдать мифический экзамен, но у тебя уже есть корочка, и ты от профсоюза уже можешь быть в составе различных комиссий, а главная комиссия для тебя это комиссия по аттестации, потому что когда товарищи приходят и начинают воевать, самый главный козырь у работодателя это аттестационная комиссия, особенно это на производстве, то есть сам по себе работодатель составляет именно эту комиссию и дает задание завалить вот этого товарища, который чего-то там от нас хочет много, многого хочет. Поэтому приходите, вы сами будете в этой аттестационной комиссии, а когда вы сами в этой аттестационной комиссии, то соответственно с вами уже таким образом не побороться, остается только исполнять эту должностную инструкцию. Ну то есть чувствуете, да? Второй момент, вот эти вот люди, которые становятся инспекторами по охране труда, они просто имеют доступ до всего предприятия, то есть если есть члены коллектива, члены профсоюза, с ними там что-то случилось на производстве, какой-то травмы или еще какие-то мероприятия, именно по охране труда он инспектирует, он может ходить по всему предприятию, то есть это еще один плюс. Вот, ну и плюс, еще плюс, он во всех этих комиссиях присутствует и может представлять людей именно требованием выдвигать, даже без всяких коллективных соглашений, это может просто урегулироваться на тех комиссиях, которые есть в любом рабочем коллективе, в любом там коллективе всегда есть какой-то коллегиальный орган, ну или чаще всего он есть, если нет, то надо как бы просто узнать, он есть может быть на бумаге и просто возобновить его работу. Ну, экономисты и юристы, что касается экономистов и юристов, сейчас вот этих экономистов и юристов больше, чем людей, которые занимаются именно производительным трудом, то есть больше, чем рабочих. Поэтому, если пошуршать и подумать, то когда собирается группа людей, каждый говорит, да у меня есть там какой-то знакомый юрист, экономист, и он может помочь в том или ином вопросе. И когда возникает уже острая фаза, то либо увольнение какого-то вашего человека, да, там, допустим, угроза увольнения, либо какие-то вопросы, а на что мы можем претендовать, на какое повышение, сколько, на повышение какой зарплаты там, или еще чего-то, то, соответственно, вот этот ресурс появляется, и он есть, мы о нем знаем, это тоже ваш ресурс, и когда вы собираетесь все вместе, то получается, у каждого есть человека час, то есть он может потратить время сам свое на изучение каких-то документов, написание какой-то листовки, опубликование какого-то поста в соцсетях, введение телеграмма, там контакта в одноклассников и всяких других мессенджеров, и получается, когда в организации вы просто по человеко-часам давите эту администрацию, им просто уже с вами не совладать, мы это проходили, каким образом я непосредственно приходил, то есть мне не удалось большинство людей привлечь в профсоюз действий, потому что с нами с действием тоже ведут контрбатарейную борьбу, то есть всем рассказывают, что профсоюз действий – это то же самое, что Альянс, мы как бы, мы что-то там с Навальным заодно, хотя мы совершенно разные организации, но люди на слово верят и как бы боятся вообще с нами вступать в какие-то отношения, пока вот эта вот грань после какой-то работы, иногда достаточно длительной, не проходит, то есть вот это вот мантру поют, вот с Ленинградской области это просто главные врачи, как только говорят о действии, все, у них даже с их слов есть такой момент, что если у вас появляется действие в организации, скорее всего, у вас назначен другого главного врача, потому что если у вас появляется действие, сразу от этого действия надо избавляться. У меня получилось создать совет трудового коллектива, я предложил такую форму организации, как представительный орган, и как раз туда влился почти весь коллектив, очень легко было раздавать простые и несложные занятия, у каждого занимало это всего лишь час работы, ну, свободного времени, но в пересчете на весь коллектив это получались просто десятки и сотни часов, которые просто перебили возможности администрации, администрацию пришлось комитету менять на другую администрацию. Ну вот это вот об этом. Ну и вот когда профсоюз маленький, перейдем к следующему вопросу, именно профсоюз маленький, как увеличить численность, а главное, что должны понимать, те люди, которые решили организовать профсоюз и слышали такие слова, как представительный орган, они должны понимать, что большая часть населения, 99,9 там в периоде, никогда не слышали, что такое представительный орган, они понимают, что это такое. Это ведется, это уже о том, что мы уже отдалены именно как организации, просто организоваться с нуля, вот так вот, просто взять всем раз, организоваться, так, ты председатель собрания, ты секретарь, повестка такая, набросали, проголосовали, сейчас это не может, не умеет делать практически никто. Я как бы размышлял на эту тему и поднимал, значит, допустим, мне в следующем году 50 лет, и так, я был пионером, октябренком, комсомольцем, я учился в училищем, институте и так далее. Везде что-то было, да, допустим, я был октябренком, у нас были, мы поделены на звездочки, я еще помню такое, я в какой-то звездочке, я ничего не делаю, я не был ни на одном собрании. То есть за 3-4 года, пока я был октябренком, я не был ни на одном октябрянском собрании, и у нас его в принципе не проводилось. Затем у нас были пионеры, то есть все вступили в пионеры, Там и были поделены на отряды, то есть отряд это класс, была дружина это все эти классы пионерские, был совет дружины, у меня была оформлена пионерская рубашка, здесь было две звезды, это означало, что я член совета дружины, иногда был председателем совета отряда, при этом я не присутствовал ни на одном собрании, на котором была, велась бы повестка. Мы что-то там порешали, потом через неделю или через месяц было второе собрание, мы проконтролировали, выполняется ли повестка, которую мы там что-то нарешали, такого не было. Сбор муклатуры, сбор металлолома спускался откуда-то сверху, какой-то партийный товарищ из учителей организовывал это в одно лицо и на этом все заканчивалось. Дальше я пошел в училище, там я был уже комсомольцем, будучи комсомольцем я тоже не был ни на одном собрании, которое бы под повестку что-то решило, запланировало, хотя проблем в студенчестве было достаточно много. Я вступил в тот же профсоюз по месту своей работы фельдшером, там был профсоюз такой же карманный, на собрании этого профсоюза я не присутствовал ни разу, я даже не знаю, были ли там какие-то собрания. Ну и как бы изучая историю, мне тоже этот вопрос волновал и вот как бы вопрос следующий, вот допустим взять 905 год, да, вот взять 905 год и так возникают советы, возникают советы в Иваново, я сам из Волоколамского района, у нас там есть такое лотошино, там тоже параллельно с Ивановым возник совет, он там продержался несколько месяцев, тоже это все решалось, то есть вот. И возникает вопрос, почему же люди тогда и в 17 году возникали бурно совет, то есть вот сейчас мы не можем этого добиться, то есть мы не можем добиться сказать, ребята нам надо сейчас организоваться все равно как это будет называться. Пусть это будет профсоюз, пусть это будет совет трудового коллектива, пусть это будет комитет, пусть это будет просто общество филателлистов, просто общество, вот я говорю, товарищи, вы можете собрать, просто организовать какое-то любое общество, вам позволят это делать без регистрации вашего юридического лица, просто соберите, смотрите на что вы имеете право. Вот общество, вы просто зарегистрировались, просто объяснили, что, ну, подали, что вот мы тут на вашей территории существуем, в муниципалитете, все, вот наш устав, мы какие-то, вы имеете право на организации митингов, шествий, обращения в такие-то надзорные органы, для этого просто надо вот так вот взяться, вот так вот, написать это все под протокол, и согласно этому протоколу это общество существует. Представляете? Взять какой-то типовой устав, его полно в интернете, вот вам протокол, что мы создались, вот вам устав, знаете, что мы есть, можете регистрировать, можете нет, вот у нас входящие, что мы вам подавали, что мы существуем. Сейчас этого нету, понимаете, нету. Ну и как бы размышляя над этим вопросом, выяснилось, что как бы ответ на поверхности. То есть, я открыл, просто, есть такая вещь, как сельский сход. Я открыл эту тему, эту статью про сельский сход, выяснилось, очень просто, значит, сельский сход, хочешь не хочешь, собирается два раза в год, может чаще, но два раза в год просто кровь из носа. Там конкретно весной решаются такие вопросы, осенью после уборки урожая решаются такие-то вопросы. Смотрите, там положен писарь, который ведет это и записывает, что мы решили, а главное, что на этом сельском сходе, там фотография, сельский сход такого-то уезда присутствует все, от мала до велика. То есть, там люди с молоком матери с 1900, как-то вот отменили крепостное право и вот это вот земство ввели, эти сходы и пошли. То есть, люди с мала до велика в течение всей своей жизни присутствовали на этих сельских сходах и знали, как это проводится. Вот грань между сельским сходом с этим писарем, который оплачивается с тем же, ну, типа полицейского, забыл, как это, должность, который контролирует это все. Например, осенью был вопрос следующий, то есть, все знали, по какому принципу действует эта деревня, да, насколько важны решения этого сельского схода, что вот осенью один из вопросов этого схода было, кого сажают на катапульту и выкидывают вообще из села. То есть, если ты не выполняешь то, что решили на сельском сходе, или там бузишь, или чего-то там нарушаешь, тебя берут просто и вышвыривают отсюда. Где у нас сейчас это такое? Я этого не вижу. То есть, состоим в организации, да, вот мы организовываем организацию, то есть, должен же быть какой-то принцип, то есть, все должны знать, что по каким принципам мы действуем. Что мы делаем это, 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 а если вы не делаете, до свидания. Или если не до свидания, может быть какое-то наказание. То есть, принципа это нет. Поэтому, когда вы собрались вот троем, семером, организовали вот это вот ядро, вы должны конкретно, четко, в том числе, организовать, понять, по каким принципам вы работаете. И возвращаясь к сегодняшней ситуации, то есть, тогда было люди с пониманием, что это такое, ну и опять еще одно наблюдение, да, допустим. Эти советы не появились в городе Санкт-Петербурге. То есть, Санкт-Петербург все-таки уже такая мощный капиталистический город был на 905-й, 917-й особенно год. Организовались в Иванове, в том же Латышино. Латышино, это если сейчас, как бы не прочитал, что это Латышино, ты пройдешь мимо и не заметишь этого поселка. В Иванове организовались это. То есть, это люди, те рабочие, которые не потеряли именно связь, ну, именно с общиной сельской. То есть, они приходили на заработки, уходили обратно, они каждый год приходили на эти заработки, на эти ткацкие фабрики. Латышино, так и вообще, это там деревни-деревни было. Но все равно же они организовали этот совет. И в дальнейшем эти советы организовывались. Сейчас этого понимания, как провести собрание, у большинства населения нет. То есть, если мы берем, да, диалектически, что все от простого сложного развивается, то вот самое простое как раз мы и пропускаем. То есть, вот тема сегодняшнего мероприятия, ну, моей вот этой вот занятия, это организация профсоюза. Но получается, что организовать профсоюз-то несложно. А вот этот момент, что вот, что мы организовать, слово организовать, что мы должны быть организацией, вот этот момент многими пропускается, откидывается. И когда это типа организации сталкивается с какими-то сложностями, получается, что это не организация, что мы уже не договорились, что там плечо к плечу идем к работодателю. Если одного там по одному не ходим, включаем диктофон, организуем, что это была компания. Просто сходить к работодателю и спросить, а почему вот этого товарища нашего вдруг начинают увольнять. То есть, у нас, допустим, есть примеры, когда рабочие по 17 человек заходили в кабинет к начальству и на этом увольнение заканчивались. То есть, вот эти моменты надо проговаривать, и это большинство не проговаривает. И сейчас наша задача, вот я, как именно, как профсоюзный активист, как член рабочей партии России, я как раз и вижу вот это вот направление, что мы должны объяснять, объяснять, что товарищ, организация начинается именно вот с написания, любой организации, с написания протокола. То есть, ты должен понимать, что ты пишешь протокол, распределяете свои простейшие на первый момент задания, это просто найти вот эту свою должностную инструкцию, отряхнуть пыль со своего трудового договора, где-то найти коллективный договор, найти положение об оплате труда. Вы ставите сроки, приходите на следующее собрание и докладываете о том, что сделали или не сделаете, и это все дело контролируется. Вот так вот формируется организация, и все равно, как она на данный момент называется. Профсоюз, Совет Трудового Коллектива, Комитет, главная такая работа. Ведь от протокола, это мы называем малой бюрократией, я не призываю вас, как бы, именно в бюрократию ходить, но от малой бюрократии многое зависит. Например, вот ты пишешь, что у вас, ну там, допустим, третье, четвертое собрание, вы назначаете, что у вас именно пройдет обучение инспектором по охране труда, будет такой-то товарищ. По федеральному закону 10, вот этого, выписки из этого протокола достаточно, чтобы наделить этого товарища даже без всякой учебы, этими функциями, чтобы он присутствовал в любой комиссии от профсоюза на разборе несчастного, допустим, случая. Под протокол ты пишешь, и ты ссылаешься на выписку, либо на этот протокол от этого дня, и это законодательно уже является легитимным, понимаете, насколько зависит вот это просто от скорпулезного ведения вот такой вот, мы это называем малой бюрократией. То есть, собираемся раз в месяц, пишем то, что положено, и контролируем это. Все, вот это уже организация. И по мере того, как вы начинаете решать эти минимальные вопросы, организация ширится. Перейду к следующему вопросу, организация ширится, как она ширится. Она ширится только после того, как члены коллектива понимают, зачем вы здесь собрались и чего вы вообще хотите. Ну, профсоюз и профсоюз, я и так получаю это рготное шампанское от этого профсоюза, зачем мне еще одну такую бутылку шампанского. И вот для этого сейчас есть куча всего, то есть, есть интернет и ресурсы, вы должны понимать, коллектив вас не понимает, как люди не знают, что такое собрание, они также не понимают, что такое представительный орган. Они не понимают, какие коэффициенты, как у вас начисляют. То есть, вот сейчас мы от рабочих буквально просим, то есть, если рабочий приходит, мы просим, принесите свое положение об оплате труда, его у них на руках нет. Почему вам платят эти деньги? Принесите свой трудовой договор, приносит трудовой договор. Слушай, сколько вы там работаете? Работаю три года. Почему у вас срочный трудовой договор? Почему вы его перезаключаете каждый раз? То есть, даже вот такие моменты, люди не понимают, что они как бы живут в правовом поле, но право их обходит стороной. То есть, люди должны понимать, для чего должен быть профсоюз, для этого нужно организовать какую-то информационную площадку. Ну, мы как бы попробовали, нам это нравится. То есть, у нас Санкт-Петербург и Ленинградская область, это не одноклассники, это именно ВКонтакте площадка, и мы там организуем такие дела, как подслушанно, и через подслушанно просто входим в ту или иную больницу, или в тот или иной регион, и начинаем просто, ну, как бы по кругу, раз в 4-5 месяцев одно и то же, одни и те же статьи, но применительно к разным больницам. То есть, проблемы одни и те же. То есть, если появляется человек из той или иной больницы, он рассказывает, какие есть проблемы, и мы конкретно уже рассказываем, пишем, как эти проблемы решить, что конкретно нужно делать в той или иной ситуации. Раскручивается это достаточно быстро, то есть, за год можно, весь коллектив, чтобы уже знал, что нужно, что есть такие-то проблемы, что они не решаются годами, причем, если взять здравоохранение, эти проблемы не решаются уже последние два десятка лет, ну, и как бы население это на себе уже ощущает по снижению качества и доступности именно медицинской помощи. Медики решают все ногами, бегают с места на место и не понимают, что надо решать здесь и на месте. То есть, вот эти вот вопросы, в принципе, до каждого члена коллектива донести можно примерно за год. То есть, вывалив один раз одну статью, надо понимать, что ее прочитает, может, процентов 10-20. И если ты примерно об одном и том же скажешь раз 5-6-8 за год, то тогда может быть большая часть коллектива, и опять же, не большая часть коллектива, потому что есть контингент, который с интернетом вообще никак. Это надо тоже учитывать, и надо не исключать роль газет, листовок и всего остального. Будет знакомо, для чего это все, и когда возникнет именно волна, что вот, вот тогда, дорогие мои, вот есть профсоюз, вступаем, делаем представительный орган для решения своего трудового спора. Когда все понимают, что да, есть трудовой спор, что есть 36-я статья трудового хода с Российской Федерации, что есть всякие вспомогательные статьи вокруг, вообще первая, вторая, третья глава, что 53-я статья уже у всех от зубов отталкивается, что если у нас 50% плюс один голос, мы имеем право состоять во всех комиссиях, в том числе по распределению денег, опять же, если у нас 50% плюс один голос, и мы представительный орган во всех комиссиях, и не спрашивать, а почему мне опять порезали вот это все, мы там состоим, вот мы для этого как раз и создаем профсоюз, и как раз для этого нужно создавать такую информационную площадку, для того, чтобы люди в коллективе понимали, что и как. Конкретно сейчас, вот допустим, подслушанного ленинградского медика в Санкт-Петербурге и Ленинградской области к нам обратились сотрудники скорой помощи водителей, и как бы они там работают уже по 15-20 лет, и они не знают, что такое за вредность отпуска, сколько им положено, что такое отраслевое, им это типа не положено, потому что об этом должно думать начальство, они только должны задавать вопросы, и только сейчас до них стало доходить, что оказывается начальство для них уже враги, самые настоящие враги, потому что они отнимают у них жизнь, здоровье, они не позволяют им видеться с семьей, и сейчас, только вот сейчас до них это дошло, паблик подслушанно идет, ну мы ведем уже это на Ленинградскую область, вещаем в течение, получается, двух лет. Ну, результаты есть, допустим, на скорой помощи, сейчас они, там нету, до сих пор они не могут организовать профсоюз, нас они опять боятся по известным причинам, потому что они считают, что мы Навальный и все остальное, но во всяком случае у них хватило ума, когда их привели, как бычков, на поводке за нос, подписать коллективный договор, сбунтоваться и не подписать, и сейчас они как-то там организовываются, а как-то, не знаю как, и пишут свой проект коллективного договора, и как раз вот сейчас я написал статью по тому, что положено водителям, про 134-ю статью написал, знаете, такая статья, что как бы о повышении реального содержания заработной платы, есть еще время рассказать об этом? И не надо заканчивать, да. Так что, да, так что, товарищи, здесь ограничения по времени есть, я расскажу это на следующей лекции, на следующем занятии о всех этих интересных моментах, но подытожу, товарищи, нам надо просто банально научиться организовываться, организация идет именно с того, что товарищи, которые услышали, допустим, меня, что надо проводить собрание, надо как бы группироваться под протокол, блин, как делали наши предки, организовали советы, здесь все очень просто, если вы организовываетесь, у вас появляются человека-часы, просто нереальные ресурсы, и вы свернете горы. Пока вы не организовались, ничего путно у вас не выйдет. Спасибо, просто пили вопросы. Нет, очков зачитайте, пожалуйста. Так. Егор Ильич Славович, прошу разъяснить. Первое. Случай с Севловской больницей, сокращение зубопротезной мастерской. Какую позицию занимал ФНПР? Там председателем был Этманов. Знак вопроса, правда. Так, ну, по роли Этманова, значит, следующая ситуация. Зуботехническую лабораторию сократили, когда Желтый профсоюз возглавляла женщина до Этманова. Когда Этманов пришел, наш председатель действия обратился к нему для того, чтобы заключить коллективный договор совместно с ним, ну, зная, что Этманов как бы продвигнул, был на, ну, как бы, лидер, так в кавычках, рабочего движения, как оказалось на тот момент. Ну, был же лидером рабочего движения именно во Северском районе. Обратился, была встреча там, недалеко от больницы, но он сказал нет, и этому есть причина, потому что Этманов какое-то время отвечал за закупки и был на короткой ноге с главным врачом Шипачевым. И Этманова пригласили именно на роль председателя профсоюза именно для того, чтобы погасить профсоюз в действии. Поэтому ни о какой восстановлении именно зубоврачебной лаборатории речи не шло. То есть, он сразу занял позицию работодателя и при нем даже не шла речь о заключении какого-либо коллективного договора. То есть, он проществовал на должность два года коллективный договор. Один уже прекратил существование по срокам, там прошли сроки. Он как профсоюзник был никто. Ну, то есть, он там участвовал, как обычно, знаете, отвлечение внимания на каких-то турслетах, какие-то эти, в каких-то этих махинатах. Да, но не махинация, я не скажу, что это махинация. Какая-то закупка какого-то этого бэушного оборудования. Ну, то есть, такой ерундой занялся, совершенно не продвигая именно интересы рядовых сотрудников, именно, ну, вот таким. То есть, он возглавил, что называется, карманный желтый профсоюз. Именно, был как человек главного врача. Второй вопрос. Образовали ячейку профсоюза. Сколько? Пять человек. Сразу должны прислониться к зарегистрированному профсоюзу юрлицу. Ну, слушайте, по законодательству, именно, ну, немножко не понял вопроса, именно по законодательству юрлицом можно не быть. То есть, вот именно, чтобы регистрироваться для решения каких-то юридических моментов. То есть, этого не требуется. Это лишние хлопоты. И если вы уж хотите быть юрлицом, я вам советую, проще всего уже... Надо стать в филиал, ну, влиться в какой-то... Я говорю, свыше там. Замыкаться надо на какое-то юрлицо? Обязательно? Ну, вот здесь просто... Можно не замыкаться на какое-то юрлицо, но возникает следующий вопрос. То есть, если ты организовался с нуля, и у тебя нет никакого опыта, ты столько шишек насобираешь без всякого, ну, вот в нашей медицине у нас есть вот этот профсоюз действий, который состоит. Мы проводим учебы. То есть, если ты активист, тебя сразу направят в ближайший год, в ближайшие несколько месяцев на какую-то учебу, ты приедешь и получишь азы. Что тебе не надо высовываться, как оформлять документы, минимальную юридическую там и тому подобную грамотность. Поэтому, именно как медик, я вам рекомендую вступать именно как первичка в профсоюз. Если вы расходитесь в дальнейшем по каким-то понятиям с большим профсоюзом, вы можете отделиться, у нас же просто полнейшая демократия. То есть, первичка, она, отделившись от большого профсоюза, становится сразу профсоюзом. Вы проводите также учредительное собрание о профсоюзе, либо там очередное собрание об отделении, о формировании этого своего профсоюза. Но у вас уже хотя бы есть опыт, у вас есть опыт борьбы, у вас есть какой-то опыт и понимание, знания. Потому что, например, если ты приходишь на работу, через сколько ты становишься высококлассным специалистом, ну даже если ты выполняешь простейшие функции, ну там, даже на конвейере, ну через месяц у тебя уже начинает что-то получаться. Если посложнее какие-то моменты, ну год тебе надо, стать хотя бы более-менее машинистом и чтобы тебе по рукам не били. То же самое по борьбе. Если тебя не учили ни в школе, ни в институте, ни в училище, ты не знаешь, что это такое коллективный договор, никогда не участвовал ни в каком собрании, ну надо же этому поучиться, это просто так-то не приходит. Ну, если приходит просто так, ты соберешь очень много шишек. Но я думаю так, надо все равно куда-то примкнуться, потом если вам что-то не нравится, отделились и все, законодательство это позволяет. Если хотите свое, у нас в профсоюзе есть такие организации, которые были самостоятельными юридическими лицами, но поняли, без Большого профсоюза никак, и они, являясь самостоятельными юридическими, являются первичными профсоюзными организациями нашего профсоюза. Большинство проблем решают своими силами, потому что у них там местных ресурсов много. Но если надо что-то, и они как бы не против от помощи Большого профсоюза. Опять же, наш профсоюз входит в КТР, Конфедерация труда России, да, наш председатель КТР, Кравченко, Борис, он входит в по правам человека, в этот, как это, по президенте. Да, по президенте. То есть, как бы, мы по президенте, и тут же мы Навальные, то есть, как бы здесь не сходится, и мы сейчас уже собираемся на клевету подать на несколько организаций, которые нас публично обвиняли в непонятно в чем. Я еще раз говорю, мы ведем экономическую борьбу, а экономическая борьба вот так и ведется. Следующий вопрос. Предприятие большое, а трудовой спор надо вести в его небольшом подразделении. Цех, участок, бригада. Особенности такого спора. Ну, как показывает наша практика, вот совсем недавно наш партиец, есть партиец, который, как бы, пришел в организацию достаточно крупную, которая выполняла определенные подряды. как бы, коллектив именно небольшой, в котором он был всего лишь 100 человек, и у них было, накопилось куча работы, ну, вернее, куча всяких нюансов, которые не решались годами. Соответственно, он организовал их, и они просто, после собрания, решили просто писать бумаги, работоданную, именно мастеру и начальнику цеха, что нам требуется то-то, то-то. И оказалось, что просто написание бумаг, вот таких, просто вот таких бумаг, решило большинство проблем, которые были на том участке, не решались годами. То есть, люди на данном моменте организации, они даже не знали, что можно написать, и это все решится. То есть, одно дело, ты подошел и сказал мастеру, а какого хрена нету в различных выражениях или что-то там, а другое дело, и получилось, что большая часть проблем решилась, даже не доходя до какого-то спора. Если же небольшая организация, да, ну вот вопрос о том, что, ну, если все-таки трудовой спор и тому подобное, ну, надо взвешивать так же силы, насколько важен цех, ну, то есть, мы когда профсоюзники входим в какое-то предприятие, то рисуется план предприятия, то есть, и мы понимаем, что если вот в этой цепочке производственной встает вот этот вот цех, в котором работает всего лишь 5% коллектива, или, допустим, 3 человека, или 5, от которых зависит вообще весь цикл работ, да, по выпуску конечного продукта, весь, ну, все встанет, то, соответственно, ясно, что надо достаточно объявить, что вот эти вот люди идут, ну, в какие-то коллективные действия, допустим, говорят, что у нас лоб на оборудование проверяйте, пока не почините, а чаще всего там невозможно ничего не починить, ну, различные можно, просто что они в итальянке встают до полного погашения зарплаты, или еще что-нибудь непринципиально, то, соответственно, эти 3 человека, или 5 человек, или 20 человек могут остановить целиком все предприятие, а остальные могут просто скинуться им на зарплату, чтобы они сами не страдали, ну, как бы простой по вине работодателя и тому подобное, ну, то есть, в каждом конкретном случае надо подходить индивидуально, но еще раз говорю, вот, сегодняшний мой разговор это о том, что товарищи на местах без информационной составляющей не знают, что они имеют право на, и когда они это право получат как представительный орган, большая часть вопросов не будет даже спором, ну, я вот о комиссии, 53 статья, она очень интересная, можно почитать, что мы только не имеем права, а если мы имеем право, у работодателя возникает обязанность, да, но он эту обязанность не выполняет без нашего давления, то есть, одно другое, но опять же, когда 50 процентов, это уже давление. Следующий вопрос, взаимоотношения, действия и ФНПР. Действия и ФНПР, значит, мы пытались много раз, в каждом случае по-разному, значит, если это прям вот жестко работодатель понимает, для чего ему этот профсоюз, то у нас ничего не получается с ФНПР, потому что мы проводим учебы, они тоже сейчас проводят учебы, и по тем моментам, с которым мы сейчас сталкиваемся, мы понимаем, что там идет жесткое обучение работодателей, как давить профсоюз на местах, то есть, мы не успеваем открыть рот, как уже нас давят просто всеми немыслимыми способами, то есть, они понимают, что если нас, ну, условно зовем, плохое слово, по беспределу вообще, беззаконно уволить, это намного дешевле, ежели будет профсоюз действия, который в дальнейшем добьется улучшения условий труда, и работодателю придется платить достойную зарплату, выделять нужные деньги, на обеспечение того или иного процесса, то есть, они нас, как бы, пытаются сразу, поэтому, чаще всего так, но бывают моменты, это исключение, когда мы идем в ногу с профсоюзом, когда именно человек поднялся снизу, и когда иногда бывает, что у нас был даже момент, что семейная пара, одна председатель действия, другая председатель ФНПР, ну, муж председателя ФНПР, у нас там очень все хорошо получалось, после того, как мы уже сняли, когда поняли, как это все происходит, соответственно, у нас все ситуация утяжелилась, но опять же, как бы, добиваемся, но уже со скрипом. Вот эти все разговоры, что надо организовываться в группы, то есть, допустим, вот есть желтый профсоюз, организовываем ячейку для того, чтобы, ну, там именно профгруппу, есть такое понятие в профсоюзах, да, профгруппу, для того, чтобы в дальнейшем, типа, захватить власть, не получается у нас пока захватывать никакой власти, потому что приезжают контролирующие органы с профсоюза сверху, с площади труда, и наводят такой шорох, что даже если у нас есть нормальная верхушка, с которой мы договорились, ее просто вот так вот выдирают и выкидывают, в том же Селужске только что это произошло, то есть был, кстати, об Этманове, был желтый профсоюз во главе Этманова, пришел новый работодатель и сказал, что будет мой профсоюз желтый, это как бы сейчас я всех туда загоню, и тех людей, которые были у Этманова в правкоме, их оттуда выкинули вместе с увольнением, представляете, то есть когда они там сказали, а что это такое происходит, мы же тут типа профсоюз и все остальное, он сказал, мне нужен свой профсоюз и выкинули, и вот сейчас эти люди борются просто за то, чтобы остаться на работе со своим увольнением, хотя они только что были желтым профсоюзом, карманным профсоюзом предыдущего начальника, с ним тоже вот так вот, и расправились с ними с помощью верхушки ФНПРовской приехал некогда Кустова, организатор по ФНПР здравоохранения с площади труда и как бы поставил всех на место, нарушив собственный устав, то есть она не являясь делегатом, стала председателем этого собрания, проявила его в стиле, когда стали задавать вопросы, не по существу, садитесь, до свидания, и как бы разогнала прошлый профсоюз, и сделала председателем заместитель главного врача некто там Бедясов, он заместитель главного врача по не знаю, как долж называется, но какой-то у него кандидатская работа, ну короче, какой-то фигни вообще просто, как разруливать ситуацию, условно назовем, это так, а заместителем Бедясова, своего заместителя по едной юридической службе, все, работай там, не работай, легче создать свое что-то, нежели выйти и создать, выйти тоже тяжело. Давайте дальше, пятый вопрос, что вы знаете о разработке фракции КПРФ в Госдуме проекта нового трудового кодекса, какие положения с вашей точки зрения надо в него включить? Слушайте, ну как бы фракции КПРФ про трудовой кодекс это очень, вы наверное о них очень хорошо думаете, то есть, чтобы они разрабатывали кодекс трудовой, вряд ли. Сейчас я знаю, вы хочешь? Вы хочешь? Мне кажется, у них не хватит способности это все сделать. Лучше ты открывайся. Нет, сейчас, сейчас, как, сейчас, как профсоюзник от них поступил запрос о не трудовом кодексе, а законопроект именно регионального уровня на уровень Санкт-Петербурга и Ленинградской области о том, чтобы именно трудовое законодательство работало применительно к предприятиям, ну вообще, именно на территории двух регионов. Именно вот это сейчас идет. То есть, они, вот это федеральный закон 10, трудовой кодекс Российской Федерации на данный момент работают плохо либо не работают многие статьи вообще. И они собирали профсоюзников узнать именно снизу, что же такое нам мешает и как же мы там существуем, бедные, в нынешних условиях, когда нас не слышат и сразу затыкают. И как бы сейчас разговор идет о том, чтобы именно закон на уровне региона принять, двух регионов принять в одном регионе и в втором, то есть Ленинград-Ленинградской области, который бы заставил это законодательство работать. Следующий, последний вопрос. В частных учреждениях есть примеры организации профсоюза действий? Да, в частных учреждениях есть, в медицинских, да, мы распространяемся везде, у нас где только нет и в аптеке там и... То есть, если люди понимают, что без представительного органа никак, они чаще всего обращаются именно к нам. Так что прошу профсоюз действий, только с нами можно что-то сделать на предприятии, есть опыт и ресурсы. Вопросы закончились, записавшихся наступление нет? Заключительно слово? Товарищи, шел на эту лекцию, написал целый конспект, ну, как бы, понятно, что писал, это все я знаю, каждый день в этой борьбе, вот, видите, вот, методы индивидуальной борьбы, вот, я пошел, подал, подал вот это вот, видите, просить на документы, все знают, что я профсоюзник, поэтому ни в чем не отказали, в три дня это все сделали, недавно с меня сняли деньги, все знают, что это профсоюзник, я пришел с диктофоном, показал, что я записываю на диктофон беседу, почему с меня сняли деньги, ну, как бы, утром пришел, вечером все вернули, поэтому, товарищи, только организация, именно, организация в рабочих коллективах, в лечебных коллективах и тому подобное, способны что-то сделать. И вы чувствуете, что вы члены этой организации, и вам становится просто легче жить, и вам смотреть в будущее свое намного приятнее, нежели когда вы один, вас бьют, а вы ничего сделать не можете. Организовывайте профсоюзы на местах, организовывайте в Совете о трудовых коллективах, комитеты, за ними будущее. Спасибо. Спасибо вам, Григорий Васильевич. Спасибо. Объявление. Тема следующей лекции, следующий четверг, ближайший. Борьба с антинаучным мировоззрением. Лекцию читает доктор философских наук, профессор Владимир Петрович Огородников. Спасибо. До встречи. Следующий четверг.